За Уссуриск выступали две команды «Вектор» и «Юность». Подопечные Владимира Лукашенко еще неопытные. Они не смогли подняться выше седьмой строчки турнирной таблицы. Волейболисты «Вектора» в розыгрыше призовых мест тоже не участвовали. Двое сильных игроков уехали с города во время проведения турнира. Новый состав смог занять лишь пятое место. Удачными матчами оказались игры с командой «Сибирцева» и с земляками сборной «Юности». Две сборные разных возрастов приехали с поселка «Горные ключи». Встреча между этими командами оказалась одной из самых интересных. Старшим чуть ли в плане, что у них опыта чуть больше. Но в то же время и будет мешать им этот опыт, потому что будет где-то, наверное, самоуверенность у них. И это злую шутку сыграть с ними. Старшие парни вели себя очень уверенно. Правильный настрой, отработанная техника и хорошее знание игры соперника были на руку парня. Мне кажется, это проще, потому что знаешь, кто как играет. Но я думаю, что мы справимся с этим. Молодой состав кировских парней на следующий год будет участвовать в региональной спартакеаде учащихся. Для них сейчас каждое состязание – возможность наработать игровой опыт. Больше, конечно, тренировки, чтобы чувствовать состав, чтобы друг другу было доверие. Ну, чтобы знать, довериться, может ли он что-то сделать или не может. Выработать доверие. Цель любого соревнования – это повышение спортивного мастерства. Это формирование лучших игроков для сборной Приморского края. Для чего мы и работаем. Чтобы подготовить резерв лучших игроков Приморского края. Для участия в спартакеаде России. Школьники «Горных ключей» увезли сразу два призовых места. Молодой состав получил бронзовую награду в турнире. Сборная старших ребят – победитель соревнований. Серебро досталось волейболистам 73-й школы из Владивостока.